Добрый вечер, друзья. Я рад вас приветствовать на своей персональной образовательной платформе. Сегодня у нас первая видеотрансляция с моими подписчиками. Подписчиков уже много, перевалило за тысячу человек. Сейчас последних цифр у меня нету. Ну, где-то тысячу, там, может быть, пятьдесят уже, где-то так, может быть, чуть больше. Я очень рад, что вы подписались на мою платформу. Я очень благодарен, что вы купили годовую подписку. Но есть еще среди вас много, которые покупают месячную. Но вы знаете, что у меня все курсы построены таким образом, что лучше все-таки иметь годовую подписку, потому что все курсы и все уроки, они логически вытекают одно из другого. И они связаны между собой. Поэтому, конечно, можно каждый урок или блок уроков брать и использовать как сериал отдельно смотреть помесячно. Но пока вы не свяжете все знания, которые я даю в одну такую цепь, у вас все-таки знания будут обрывочные и эпизодические. Поэтому призываю вас все-таки, если будете брать, берите годовую подписку. Я уверен, вы не разочаруетесь. Теперь, то, что касается перспектив и новостей по платформе, я хотел бы вам дать такой небольшой отдейт. Смотрите, это у меня первый опыт. Первый раз я запускаю такую платформу. Получилось так, что я запустил по принципу мастер-класс. Есть такая международная платформа, где мастер-класс, там эксперты, эксперты, выступает каждый по своей теме, там выступает Гарри Каспаров, еще кто-то, еще кто-то. То есть принцип мастер-класса – это человек или эксперт, или спикер выступает и просто на видео наговаривает и рассказывает про свои лайфхаки. Это одна система. Но меня не совсем эта система устраивает, потому что я все-таки сторонник того, чтобы вы получили практические знания, которые вы будете применять в своей жизни. Поэтому мы готовим второй уровень платформы, когда у меня будут уже преподаватели, тьютеры или кураторы, будут домашние задания, будут тесты, будут вопросники, и вы не сможете переходить на следующий уровень, пока вы не сдадите предыдущий уровень. То есть это уже будет полноценная образовательная платформа, и будет это полноценный учебный процесс, где будет видна четко разница то, что было до и то, что стало после. То есть какие объемы знаний вы получили. Для меня очень важно, чтобы вы смотрели мои образовательные курсы не так, как вы смотрите интервью, а для меня очень важно, чтобы вы все-таки извлекали пользу и применяли в своей жизни. А для этого, особенно первое время, вам все-таки придется более углубленно изучать, что-то конспектировать и сдавать тесты насчет того, как вы усвоили материал или нет. Так что готовится вот следующий уровень платформы, это когда будут кураторы, тесты, и вы должны будете поэтапно проходить. И третий уровень платформы, это будет все-таки для тех, кто уже пройдет полноценный учебный процесс, с сдачей тестов, экзаменов и так далее, и домашних заданий, тот уже выйдет на тот уровень, когда можно будет покупать курс наставничества. Сегодня на курс наставничества, вы знаете, это недешевая покупка, она, я думаю, того стоит, поступило заявок больше сотни, где-то уже под 150 заявок, наверное. Но проблема в том, что я не принимаю оплату пока, я отобрал на курс наставничества сегодня что-то порядка 18 человек, я вот доведу до 20 человек, и все, это будут две группы пока, в каждой группе по 10 человек. Почему я это делаю? Потому что я смотрю, много людей подали на наставничество, не имея достаточных доходов. Я отбираю только тех, у которых есть достаточных доходов, чтобы оплачивать такую сумму, чтобы потом не жалели они. И дело в том, что чем больше у человека доходов, тем больше он зрелый и понимает, за что платит, и что он хочет от этого курса наставничества. Поэтому я взял две группы всего, это пробные группы. Я хочу посмотреть, какая будет нагрузка у меня, хочу посмотреть на уровень вопросов, и насколько людям эта тема залетит, не залетит. Поэтому по наставничеству, вообще в классике идеал, в идеале мой курс будет из трех уровней. Первый уровень – это вот то, что у вас есть годовая подписка, плюс ежемесячная трансляция, ответы на вопросы. И при котором вы, это на ваш страх и риск, вы сами изучаете уроки, а насколько вы примените их в жизни, не примените, это ответственность на вас. Второй уровень – это будет полноценный учебный процесс, где будут кураторы, где будут кураторы, тьютеры и преподаватели, где будут тесты, и где будет достаточно гарантированный процесс, что вы усвоите эти знания. Вы будете, конечно, чуть больше прилагать усилий, но зато гарантированно будете знать, о чем я говорил, как и с разных сторон, и вы уже сможете применять в своей жизни. И третий уровень – это будет уже наставничество, до которого вы будете доходить только в случае, если пройдете второй уровень. Потому что, поймите меня правильно, сегодня вот эти две группы, которые я набрал, они построены по принципу только потому, что они заплатили деньги, а на самом деле это неправильно, потому что я боюсь, что там могут быть вопросы элементарного порядка, и другим кому-то будет неинтересно и так далее. Мне все-таки хотелось бы, чтобы на курсах наставничества были люди, которые уже прошли определенную школу и знают мою философию, взгляды, подходы, и задавали более глубокие вопросы. Это с точки зрения эволюции платформа, вот как будет выстраиваться учебный процесс. Теперь сама платформа, конечно, будет эволюционировать, она будет гораздо удобнее. Мы учитываем ваши пожелания. Одно из первых, но не просто реализуемых вещей, это то, что будет карта, где будут показаны курсы, вот такая маршрутная карта, и будет показана отрезок, вот точка такая, это, например, эффективность, вторая точка результативность, вот ваш путь. Сразу будет показано, в зависимости от вашего просмотра, будет показано, где вы находитесь. Вот вы прошли здесь, вы уже здесь. Дальше будет маршрут вот такой, потом вот такой, вот такой, его вот здесь, потом вот здесь, и будет показано, на каком отрезке вы находитесь. Так, чтобы вы четко понимали логику, причинно-воследственную связь, внутреннюю логику курса и ориентировались, что является предыдущим курсом, что следующим и так далее, и так далее. То есть вот эта навигационная или дорожная карта, это будет на этой платформе реализована, но это не просто, это достаточно сложно, но она будет сделана. Мы считаем, что это очень такая крутая фишка, потому что с каждым днем будет количество курсов расти и очень важно сейчас нам поработать над навигацией. Это то, что касается новости платформы. Друзья, прошу, обязательно отмечайте меня в сторис, размещайте в инстаграме, просьба максимально популяризировать. Я надеюсь, что большее количество людей будет получать практическую пользу от моих курсов и от моей образовательной платформы. Дальше вебинары будут осуществляться на регулярной основе. Каждый месяц будут такие вебинары, где вы будете задавать мне вопросы, я буду отвечать на них. И очень важно, почему вебинары нужны, потому что после определенного периода, когда вы посмотрели курсы, у вас могут накопиться определенные вопросы. И я буду отвечать на эти вопросы, желательно задавать вопросы в рамках уже пройденных курсов, потому что я захожу на платформы и отвечал там в комментах, но не совсем удобно, потому что, получается, вот такие вопросы и вот такие ответы писать, печатать. Это удобнее все-таки, когда вы задаете вопросы, и я отвечаю вот на таких трансляциях именно по пройденным курсам. Дальше, что сегодня будет? Сегодня у нас 30 минут я отвечу на те вопросы, которые у нас скопились до этого. Это 5-6 вопросов. А дальше минут 20-25 я буду отвечать на те вопросы, которые поступят нам сегодня в процессе этой трансляции. Эта трансляция, она записывается. После завершения она будет вывешена на платформе, и вы можете пересмотреть. Либо те люди, которые сегодня не находятся в трансляции, они могут потом ознакомиться. Итак, первый вопрос. Скажите, планируете ли вы делать отдельный курс по инвестициям и по личным финансам? Этот вопрос очень часто звучит. Я очень часто звучит и очень часто его задают. Сейчас так посмотрю здесь, еще раз уточню. Да, конечно, я буду готовить отдельный курс по инвестициям и по личным финансам. Вообще, эта платформа у меня, я ее буду преобразовывать по принципу Life Long Learning Platform. То есть, смотрите, когда вы занимаетесь бизнесом, недостаточно того, чтобы вы освоили какой-то блок знаний, и все, этого вам хватит. Нет, это время уже давно прошло. Вам все время надо апгрейдить свои знания. И если вы подписаны на эту платформу, вы всегда будете получать новую версию или последнюю версию всех моментов. Ну, то, что касательно инвестиций, во-первых, я вам буду давать фундаментальные знания, а вот на таких вебинарах я буду еще вас апгрейдить по последним трендам, по последним мыслям. Вот, например, я считаю, что сейчас фондовые рынки страшно перегреты, и на американских рынках надувается сильный пузырь, и я ожидаю, что в 2021 году все-таки вам лопнет этот пузырь. Так вот, если лопнет, поверьте мне, у вас возникнет очень-очень много вопросов, потому что на рынке появится нестабильность, и вам захочется узнать ответы или мои взгляды на эту ситуацию, и вот такие вебинары, они будут этими хороши. А то, что касается курса по инвестициям, конечно, я двигаюсь от фундаментальных вещей к практичным вещам, и буду освещать все вопросы. Я много раз говорил, что кресло бизнесмена и инвестора это две разных позиции. У них разные взгляды должны быть там. Инвестор, он смотрит на риски, а бизнесмен смотрит на возможности. Бизнесмен должен любить свой бизнес, инвестор не должен любить бизнес. Бизнесмен должен концентрироваться, инвестор должен диверсифицироваться. Бизнесмену нравится сам процесс, А инвестору нужен результат. Ну, то есть много различий между инвестором и бизнесменом. Это два разных позиции, два разных человека, и их нельзя ни в коем случае смешивать. Это одна из основных ошибок из опыта своего бизнеса. Я знаю, что одна из основных ошибок, из-за чего бизнесмен теряет свой бизнес. Поэтому, естественно, курс по инвестициям я буду делать. Курс по личным финансам я буду делать. В рамках вообще этой платформы я планирую условно четыре факультета. Первое это направление будет IT-образование. IT-образование делится, в свою очередь, на несколько предметов. Это планирование. Там мы будем рассматривать Trello, PlanAway, Way of Life. Все приложения, которые нужны для планирования. Второе это Microsoft Office. Это Excel, Word и PowerPoint. Ровно в том объеме, что необходимо для бизнесмена, не больше. Третье направление это кооперация, коллаборация. Я рассмотрю, покажу вам платформу Teamwork. Все платформы, которые работают на сотрудничестве и работа команд. И рассмотрим имейл, как наводить порядок, делать фильтры и так далее. Но ровно столько, сколько необходимо для бизнеса. Второе направление это будут бизнес предметы. Это HR, это бухгалтерия, юриспруденция, логистика, продажи. Но только ровно столько, сколько необходимо бизнесмену, не больше. Третье направление будет это бизнес, технологии и техники. Туда входит это Kaizen, как бизнес технология. Туда войдет теория ограничений Golder, как бизнес технология. Туда войдет риск менеджмент по Насиму Талибу. И туда войдут техники переговоров, техники разрешения конфликтов, техники решения проблем и так далее. И четвертое направление это философия, это мировоззрение, это основные понятия, это законы, законы бизнеса, инвестиции и так далее, и так далее. Вот четыре основных условных факультета. Это вообще даже не курс, я со временем хочу трансформировать это в бизнес школу. Life, ну, бизнес школ. Поэтому обязательно все вопросы на этой платформе, все, что касается бизнеса и инвестиций, будет рассматриваться. Второй вопрос. Я понимаю, что масштаб бизнеса – это масштаб мышления человека. Объясните, что надо сделать, чтобы научиться думать масштабно, вследствие чего увеличить бизнес и доходы. Ну, вопрос, он часто задаваемый, но проблема в том, что ваш бизнес зависит не от масштаба вашего мышления. Смотрите, если вы будете крупно мыслить и не обращать внимания на мелочи, то вы очень быстро обанкротитесь, потому что я не видел ни одного успешного человека, который не разбирается в мелочах своего бизнеса. Если же вы будете обращать внимание на мелочи, но не будете видеть стратегическую большую картинку, то вы тоже обанкротитесь, потому что вы не увидите общую картинку и, опять-таки, я не видел такого бизнесмена. Проблема не в самом масштабе мышления. Некоторые думают, что я вот начну думать крупными цифрами, миллионами и так далее, и мой бизнес взлетит. Ни в коем случае. Размер вашего бизнеса зависит не от масштаба вашего мышления. Масштаб вашего бизнеса зависит от диапазона вашего мышления. То есть, насколько глубоко вы разбираетесь в тонкостях и нюансах своего бизнеса, и насколько высоко вы видите с высоты птичьего полета свой бизнес, свою отрасль, целую экономику страны и мировую экономику. То есть, зависит от диапазона, не от масштаба. Многие воспринимают, что масштаб – это вот чем выше я и чем крупнее цифры я буду думать, тем круче мой бизнес вырастет. Нет, зависит от диапазона. Диапазон, поверьте мне, я много раз об этом везде говорил, я убеждался, что диапазон важнее. Вот смотрите, возьмем простой пример. Бинокль, рация, телескоп, микроскоп – все это предметы, что нам дают? Они дают нам то, что они увеличивают наши возможности. Бинокль мы можем смотреть на 10 километров, микроскоп мы можем смотреть на маленькую, микроб и так далее. Но представьте себе, вы одели бинокль на глаза и идете по улице. Вы споткнете за первую же кочку. Понятно, вы видите далеко, вы видите крупно, но вы споткнете за первую кочку. Либо микроскоп, вы мелочь видите, но крупную упустите. Важен все эти приборы, которые я сказал, микроскоп, рация, бинокль, они только увеличивают ваш диапазон. То есть, если вы смотрите на такое расстояние, то благодаря биноклю вы можете смотреть уже на такое расстояние. Но если вы будете смотреть только бинокль, то вы будете упускать то, что у вас рядом под носом находится. Поэтому важен диапазон, важен, насколько глубоко и мелко вы смотрите и насколько далеко и крупно вы смотрите. Помните, в масштабе вашего мышления важен диапазон, не размер и не масштаб ваших цифр. Третий вопрос. Почему предприниматели воспринимаются у нас, пишут с Россией, все как негативные люди, воры, проходимцы, жулики и так далее. Мы ведь создаем рабочие места, платим налоги, делаем много хорошего, а отношение плохое. Это пережиток прошлого? Ну, это хороший вопрос. Это вообще плохое отношение свойственно не только в России, но и во всех странах СНГ практически. Почему? Потому что в наших странах развит патернализм и в наших странах развит государственный капитализм, я его так называю. Естественно, что получается? Люди, которые занимаются бюрократой, которые пытаются делать бизнес и этим самым появилось очень много квази-госсекторов, они, конечно, выглядят успешными, потому что у них бесконечные деньги, это бюджетные деньги. Это одна причина. Вторая причина, ну, естественно, они ловятся на коррупции и многие воспринимаются, вот многие люди думают, вот, блин, бизнесмены наворовали. Есть еще куча бизнесменов, которые присосались к тендерам, платят откаты, взятки и так далее, и действительно воруют и попадаются на этом. Это тоже, ну, в нашем полку есть. Есть люди, которые делают бизнес, несмотря на моральные принципы, на чем угодно. Любое зарабатывание денег, это люди привыкли назвать бизнесом, любой зарабатывание денег. Соответственно, в обществе сложился стереотип, что если ты занимаешься зарабатыванием денег, ну, то и бизнесмен, а если бизнесмен, то барыга, по сути. И здесь вопрос такой, успешные люди в основном так не думают, так в основном люди думают, которые, а, не занимаются бизнесом, которые, б, занимаются в госслужбе, и третье, которые сами неудачники. Неудачники, которые не могут делать бизнес. И для того, чтобы оправдать свой неуспех, свои неудачи, и почему у них жизнь никчемная, естественно, они идут по пути очернения достижений других людей. Поэтому, если другой человек живет лучше него, то чем самому стремиться стать таким, как он, легче просто, грубо говоря, обосрать этого человека. Поэтому, этому удивляться не стоит, но, понимаете, вы и так, если вы успешный бизнесмен, вы и так имеете вознаграждение в виде лучшей жизни. Поэтому, что вам на это смотреть и переживать? Просто больше оказывайте благодарительную помощь, больше участвуйте в общественной жизни. Очень важно потом следить за таким параметром. Смотрите, вы можете не нарушать законы и делать законный бизнес, но этого мало. Для того, чтобы общество воспринимало, вы должны еще делать легитимный бизнес. Вот разница в чем? Законный бизнес – это когда вы делаете и зарабатываете деньги, не нарушая законов. А легитимный бизнес – это такое состояние, когда общество признает за вами право на ваше богатство. Вот это называется легитимный бизнес. Поэтому, когда делаете бизнес, делайте его и законным, и легитимным. Тогда вас будут уважать и любить, и ставить пример. А для того, чтобы делать легитимным, вы своим бизнесом должны приносить пользу обществу. Ваша продукция должна быть качественной, ваша услуга должна быть качественной, она должна быть востребованной. Цена должна быть приемлемой, не надо задирать вот так, иначе про вас будут говорить, о, барыга, хапуга и так далее. Не надо наживаться на горе людей, максимально помогать, плюс оказывать, помимо благотворительной, еще какие-то общественные нагрузки делать, быть проактивным, общественно проактивным. Потому что, смотрите, мало платить налоги, надо быть еще гражданином своей страны. Поэтому при таких условиях, конечно, вы будете постепенно улучшать общее восприятие бизнесменов. Надо стать примером, вот вы же четко понимаете, каким вы должны стать человеком, чтобы быть примером для людей. А когда вы станете примером, тогда родители своим детям будут говорить, вот равняйся на этого человека. Вот он занимается бизнесом, делает нужные людям товары, продает по приемлемой для людей цене и еще там помогает, мало того, чтобы платить налоги. Вы не думайте, что от того, что вы просто платите налоги, вы уже красавчик. Нет, этим не заканчивается. Теперь четвертый вопрос. Как оценить стоимость своего бизнеса? По обороту, по клиентам или по уникальности? Смотрите, оценка любого бизнеса идет. Давайте начнем с расшифровки понятия инвестиций. Инвестиция, классическая расшифровка звучит так. Инвестиция – это отказ от потребления в настоящем, в пользу потребления большего в будущем. То есть любой человек может стать инвестором, который от себя отрывает деньги, инвестирует для того, чтобы в будущем потреблять или заработать больше. Так вот, чтобы заработать больше, что инвестор, любой инвестор преследует? Он преследует, чтобы А, во-первых, вернуть свои деньги, Б, чтобы заработать сверху, С, чтобы заработать это безопасно или с большей гарантией, и Д, чтобы зарабатывать долго. Соответственно, разные бизнесы в зависимости от отраслей имеют разные показатели. Некоторые бизнесы оцениваются по обороту. Почему по обороту? Потому что инвесторы знают, что в этом бизнесе маржинальность низкая, но чем выше оборот, тем больше будет прибыль. То есть дальше. В некотором бизнесе по клиентам. Потому что в некоторых бизнесах есть очень много клиентов, которые не платят. Вот, например, тот же WhatsApp. Это до сих пор убыточный проект. Но инвесторы понимают, что как только они придумают модель монетизации, то с этой огромной массой клиентов они будут выжимать такие деньги, что покроют это все. Поэтому такие бизнесы оцениваются по клиентам. Некоторые бизнесы оцениваются по уникальности. Вот какой-то бизнес производит уникальную продукцию. Понятно, масштабироваться ему сложно. Тогда что инвесторы думают? Ага, это уникальный продукт. Поскольку он уникальный, то с каждым годом цена на этот продукт будет расти. То есть не количество продукции, а цена. Вот для примера могу вам сказать. В Китае есть такой чай, он называется Дахон Пао. Дахон Пао дословно переводится «пять красных халатов». Так вот, этот чай растет на скале. Огромная скала, по-моему, 300 метров. Он посередине скалы. И там всего пять кустов этого чая. И когда они цветут, они цветут алым-алым цветом. И китайцы это назвали «пять алых халатов». Так вот, скалолазы поднимаются на эту скалу, собирают этот чай. В год, по-моему, производится всего 20 или 30 килограммов чая. И этот чай торгуется на аукционе. В 2002 году я помню, что килограмм чая продался за почти 400 тысяч долларов. Но потом, по-моему, в 2008 году китайское правительство объявило этот чай национальным достоянием. И сейчас весь урожай чая этого скупается правительством Китая в национальный фонд. Вот пример уникальности. То есть количество продукции провести больше невозможно. Но с каждым годом цена на этот чай будет расти. Соответственно, инвестор думает так. Так, сейчас цена чая столько-то, но так как он уникальный и его мало, то с годами его цена будет только расти. Он просчитывает, насколько будет расти, и вот вам, пожалуйста, цена. Вот как оценивается уникальный бизнес. То есть, смотрите, в любом случае, под оценкой любого бизнеса, инвестор думает о том, как вернуть свои деньги, как вернуть больше, как вернуть с меньшим риском и как получать прибыль как можно дольше. Вот четыре основные критерии, а уже в зависимости от отрасли по-разному человек или инвестор оценивает ваш бизнес. Но обязательная составляющая оценки любого бизнеса – это перспективы и будущее вашего бизнеса. Пятый вопрос. Расскажите, какие книги вы планируете прочесть в этом году? Ну вот смотрите, ребят, проблема абсолютно не в прочтении книг. Проблема вообще не в том, что в наличии знаний. Их очень много. Шикарных книг сейчас очень много. То есть, смотрите, за всю историю человечества сначала была такая проблема, что не было вообще знаний, потом изобрело, была только устная передача знаний от старшего младшему поколению в виде преданий, сказаний и так далее, и так далее. Потом появилось письменно, люди начали фиксировать эти знания. И, соответственно, тот, кто умел читать и писать, тот становился на порядок выше, потому что он грамотный. Дальше пошло книгопечатание. То есть, знание, количество знаний, оно было необходимым, и лишних знаний не было. Постепенно знаний становилось больше и больше, и сейчас знаний так много, что проблема в том, что появилось очень много ненужных знаний. А во-вторых, слишком много знаний. Соответственно, сейчас проблема не в том, что какие знания искать и где их искать. Их очень много и везде. Сейчас проблема, смотрите, потом появилась проблема, как лучше усваивать. Вот первая проблема – это количество знаний. Потом в какой-то момент количество знаний превысило возможности человека их все усвоить. После этого появилась проблема, как эти знания усваивать. Ну, проблема усвоения. И люди что пошли на… в этом направлении появилось видеоуроки, появились аудиоподкасты, аудиокниги, появились интерактивные учебники. Ну, короче, люди начали максимально облегчать получение знаний. Эту стадию мы уже заканчиваем. Сейчас появляется третья стадия, третья проблема, где проблема не в усвоении знаний, а как теперь это знание применить в жизни. Потому что конечная цель, конечная остановка всех ваших знаний – это как они повлияют на улучшение вашей жизни. Поэтому количество знаний – это не проблема сейчас, его очень много. Второе – усвоение знаний. Это тоже уже становится не такой большой проблемой, хотя это еще есть. И самое главное – это как применить эти знания в жизни. Вот это то, как раз-таки, над чем я фокусируюсь и над чем работаю. Поэтому больше обращайте внимание не на то, какие книги читать, а на то, как их читать. По этому поводу у меня есть в YouTube хорошие мастер-классы, видео, как читать книги, как выжимать из книг максимум и какие книги читать. Вот посмотрите на YouTube в моем канале. Но самое главное – как применять полученные вами знания в вашей жизни, чтобы они влияли на улучшение вашей жизни. Вот больше думайте об этом. Здесь работает такое правило. Чем прочитать 10 новых книг, лучше применить то, что говорится в двух книгах. То есть берете две книги и до конца прорабатываете и применяете то, что там сказано. Это лучше, чем вы просто прочитаете 10 книг. Поэтому обращайте не то, что читать, а обращайте внимание на то, как вы из этого извлекаете знания. Итак, мы переходим к третьей части. Третья часть у нас 20 минут. Это ответы на вопросы с прямого эфира. Модератор уже отобрал. Мне сейчас уже скидывается. Я сейчас посмотрю. Итак, вопрос уже с прямого эфира. Маке, вы часто говорите про эффективность. Я начал планирование по кайдзен, с комбайн-системой. Все свои как личные, так и бизнесы пытаюсь делать эффективно, а не по туду-листу. На работе, к примеру, все регламентировал, гардероб отсортировал. Все вещи лежат на своих местах. Что дальше? Что еще можно делать эффективнее? Можно пару примеров, пожалуйста, заранее рахмет. Ирики Булан, молодец, просто красавчик. Что я могу сказать? Двигайся в этом направлении. Самое главное, здесь вопрос не в том, чтобы применить то, что я говорю. Это, понимаете, у каждого человека все-таки своя жизнь. Моя цель такая, и цель моей платформы в том, чтобы вы могли максимально извлекать знания из этого мира и применять в своей жизни. Это одна ступень. А следующая, более продвинутая, это самим начать размышлять и думать, как вы еще можете улучшить свою жизнь. Поэтому, Ирики Булан, основы, если вы приняли, поняли основу, то дальше на этой основе пытайтесь улучшить все. Ну вот, примените, например, кайдзен, примените в своих личных финансах. Кайдзен примените в отношении с людьми, в отношении планирования, в отношении гардероба, вы уже сказали. Просто начните в отношении распорядка вашего дня. Каждый день проводите один час над размышлением, над тем, что я еще могу улучшить, что я могу еще оптимизировать, что я могу еще автоматизировать, от чего я еще могу отказаться. Кайдзен можно применить даже в диете. Начните постепенно от чего-то отказываться, от каких-то продуктов, какие-то продукты внедрять. Кайдзен примените в уничтожении ваших плохих привычек и внедрении хороших привычек. Кайдзен внедрите там даже в способ мышления, в способ работы над книгами. То есть там, где можно применять кайдзен, это бесконечные, бесконечные сферы. Я его применяю практически везде, везде. Поэтому, ну, а на крайняк, конечно, следите за моими уроками, видеоуроками, и там вы органически будете видеть, где я применяю кайдзен и как применяю кайдзен и в мышлении, и в планировании, и в исполнении, и в своем графике, и во всем. Вплоть до отношений к людям, вплоть до, я не знаю, налаживания даже связи с другими людьми. Теперь, следующий вопрос. Дастан пишет. Расскажите, пожалуйста, подробнее про пауэр-менеджмент. Заранее благодарю. Смотрите, такой момент, по ходу хотел бы сделать не то, что небольшое замечание, а просто, ну, поймите правильно. Лучше никогда не пишите «заранее благодарю». Мне приходит очень много просьб в течение дня, и, вы знаете, в большинстве это какая-то мода пошла, пишут просьбу, а потом «заранее благодарю». Вы знаете, заранее благодарить нельзя. Заранее благодарить нельзя, потому что, ну, это неправильно со всех точек зрения. Благодарите можете за любой ответ после того, как получили ответ, даже если получили негативный ответ. Но заранее благодарить – это вы, как бы, пытаетесь сманипулировать и загнать человека в косяк или в обязательства. А это всегда не очень приятно воспринимается. Поэтому мой такой совет. Теперь, то, что касается про пауэр-менеджмент, конечно, вот сейчас я как раз готовлю к записи 22 января. Следующий урок, который выйдет в середине февраля и в начале марта, это будет «Кайзен-планирование 2.0». То есть то «Кайзен-планирование», которое сейчас висит на моем YouTube-канале, и которое собрало там более миллиона двухсот тысяч просмотров, оно как-то залетело очень круто. Но это «Кайзен-планирование 1.0», ну, первая версия. Так как это именно «Кайзен-планирование», и оно все время совершенствуется, то я его усовершенствовал. И там я уже внедрил принципы пауэр-менеджмента. И там я раскрываю, что такое пауэр-менеджмент. Обязательно посмотрите, это будет в февральских выпусках. Поэтому пауэр-менеджмент в двух словах не объяснишь, но вкратце эта система направлена на управление вашей энергией. Это сокращение потерь вашей энергии, это восстановление вашей энергии, это расходование, эффективное расходование вашей энергии. Вот куда направлен пауэр-менеджмент. И я много раз говорил, в этой жизни самое главное не время. Времени у всех у нас достаточно. До тех пор, пока мы живы, у нас вот так валом времени. У нас не хватает энергии. Вот обратите на себя внимание, вот вы можете даже быть живым человеком, но валяться на диване без сил, потому что у вас не из-за того, что у вас нет времени, а из-за того, что у вас нет энергии. Так вот, основное в этом мире – это энергия. Поэтому очень важно правильно, эффективно ее расходовать, правильно ее восстанавливать и прекращать всяческую утечку энергии. Я это буду рассматривать именно в видеоуроке пауэр-менеджмент. Дальше урок, вопрос задает Тимур. Какие шаги стоит делать, чтобы сформировать свой личный капитал, находясь в небольшом бизнесе, в наемной работе? Стоит ли откладывать на депозит или инвестировать в акции? Блин, это не один вопрос. Целый Тимур взял, мне просто вот так накидал кучу вопросов и вот так бросил. Поэтому, Тимур, это сходу на все не отвечает. Давай по порядку. Какие шаги, чтобы сформировать личный капитал, находясь в бизнесе, в небольшом бизнесе и в наемной работе? Слушай, это два раза. В небольшом бизнесе это одно, в наемной работе другое. Понятно, вообще, когда вы занимаетесь бизнесом, самый лучший способ формирования капитала – это вы запускаете несколько бизнесов и смотрите, какой вам принес деньги. Как только… Вообще, стадия такая. Когда вы начинаете бизнес, ваша задача – найти какой-то бизнес, который вам будет приносить деньги. Это первая стадия. Ну, пускай не в масштабе, а в единичном экземпляре, небольшой бизнес. Как только вы нащупали такую нишу, которая приносит вам деньги, дальше вы работаете по принципу «усиляй сильное». Откуда деньги пришли, пришли туда и инвестируете. Конечно, инвестируете в расширение того ручейка, который вам приносит деньги. Поэтому в небольшой бизнес именно растете по принципу «усиляй сильное». В наемной работе, конечно, надо в первую очередь смотреть на то место, где вы работаете. Если вы работаете в какой-то частной компании, смотрите, как ваша компания зарабатывает деньги. Начните размышлять, как будто вы акционер этой компании, в которой вы работаете. И вы тогда начнете видеть все слабости и недостатки той компании, в которой вы работаете, и что вы могли бы улучшить. И после этого вы можете уже подумать, какие лучшие услуги вы можете предложить, и начать уходить в сторону и создавать свой бизнес. Но, опять-таки, надо сначала найти модель, которая будет прибыльная, а потом ее «усиляй сильная». Если вы работаете на государственной службе, то это достаточно сложно, потому что для того, чтобы научиться плавать, лучше всего прыгнуть в воду. То есть теоретически, находясь на суше, учиться плавать – это самый сложный и долгий путь. Это все равно, как учиться кататься на велосипеде без велосипеда. Ну, это, там, поцарапанные коленки – это неизбежное зло. Там, какие-то неудачи, ошибки – это неизбежное зло. Просто, если вы на наемной работе, накопите жирок, откладывайте, пока не в бизнес, а откладывайте на год, чтобы ваша семья могла жить, потому что в течение года вы наверняка, наверное, можете не нащупать. Ну, не то, что наверняка, а чтобы вы в течение года, если не нащупаете прибыльную нишу, чтобы семья не пострадала. Поэтому, находясь на наемной работе, сформируйте запас жиров, буфер, а потом начните заниматься бизнесом. Но не вставляйте этот буфер в бизнес. Просто на случай, если вы один раз совершили ошибку, второй раз, третий, четвертый раз, чтобы у вас всегда был буфер, семья не почувствовала, чтобы у вас был временной горизонт горизонт, в течение которого вы можете раскачать свой бизнес и начать свой бизнес. Поэтому вот таким образом надо уходить с наемной работы. Смотрите, очень важно еще помнить такую вещь, что успех, он состоит, на самом деле, слагается из четырех важных вещей. Первое – это количество попыток. Второе – это благоприятная среда. Третье – это эффективность. И четвертое – это удача. Смотрите, мы в моем курсе, мы рассмотрим, в основном будем делать упор на эффективность. Благоприятная среда. Мы в Казахстане ничего не можем изменить. Если вы в Казахстане, мы можем, если у нас хорошее понимание бизнеса, мы можем просто выбрать другую страну. То есть благоприятную среду мы изменить практически не можем. Ну, будем так говорить, это очень долго и муторно. Мы можем, зато мы ее можем поменять. Количество попыток зависит напрямую от вашей мотивации. Ваша мотивация напрямую зависит от того, нашли вы себя, свой икигай, свою миссию и так далее или нет. То есть, смотрите, вопрос количества попыток мы можем управлять. Вопрос благоприятной среды мы тоже частично можем управлять не средой, а просто тем, чтобы поменять среду. Эффективность, она очень сильно влияет на ваш бизнес и вашу способность делать бизнес. Это то, основной упор, на чем мы будем делать на моей платформе. И удача, она, кажется, от нас полностью не зависит, но на самом деле это не так. Это то же самое, как благоприятная среда. Мы удачей и везением управлять не можем, но мы можем такую создать ситуацию, при которой нам будет всегда вести. Это вопрос везения и удачи я тоже буду рассматривать. Теперь, как ошибаться правильно, я не рассмотрел еще, а вот Тимур не добил. Стоит ли откладывать на депозиты или инвестировать в акции? Ну, в нынешнее время лучше точно не инвестировать в акции, потому что везде пузырь, раздут пузырь. Теперь Муслим задает вопрос. Маргулан Калевич, как дела, как делать как можно больше правильных ошибок и как ошибаться правильно? Ну, в самом слове ошибка подразумевается, что вы ее совершили, потому что вы не знали, как правильно действовать, и, соответственно, вы совершили ошибки. То есть вы не можете правильно ошибаться. Понимаете, единственное, вы можете совершать ошибки, будем так говорить, некритические для вас ошибки. Если вы определились с вашей миссией, с вашими целями и делаете попытки в этом направлении, то в этом направлении ошибки не критичные, а наоборот положительные. Вот смотрите, когда вы работаете, у вас нету миссии или у вас нету цели, вы работаете на 360 градусов. Соответственно, когда вы совершаете ошибки то здесь, то там, то здесь, то там, эти ошибки вам не дают никакую статистику, никакую бигдату и никакой пользы вам не приносят. А когда вы сужаете и имеете вектор направленности, у вас есть миссия и цели, когда вы в этом направлении совершаете ошибки, то эти ошибки становятся вашим багажом. Это как Томас Эдисон сказал в свое время, когда он много раз ошибался, ему задали, почему вы так много ошибались. Он сказал, я на самом деле не ошибался, я просто изобрел 999 способов, как не надо делать лампу накаливания. Вы поняли отсюда суть, да? Но все тысячу попыток он же делал с целью создать лампу накаливания. Он же не так, что там один день собирал ошибки, как неправильно ездить на лошади, другой день, как неправильно изобретать велосипед, а один день лампу. Он все тысячу попыток делал в отношении создания лампы накаливания. Поэтому очень важен вектор определиться с миссией и своей целью. И в этом направлении, когда вы совершаете ошибки, эти ошибки вас только обогащают. И они не являются уже ошибками. Пятый вопрос. Андрей, вопрос для ответа. Как не потерять вовлеченность в процесс? Ну, это вопрос. Мотивация, он напрямую зависит от ответа на вопрос, есть ли у вас миссия. Это как раз сейчас у нас, по-моему, 15 января был релиз видеокурса «Точка опоры». Его надо обязательно посмотреть. Потом будет 30 января релиз как раз «Миссия» и «Икигай». Откуда вообще берется мотивация? Мотивация и куда она исчезает? Мотивация берется только в том случае, если у вас есть причина жить и если у вас есть смысл жить. Если у вас есть смысл жить и причина жить, то вы ставите цели, и вы их достигаете, и вы получаете удовольствие. А если у вас нет мотивации, если у вас нет миссии и целей, то у вас никогда не будет вовлеченность или мотивация. То есть любая мотивация – это что? Это две вещи. Первая – она порождается либо нуждой, потому что вам тупо надо жрать для того, чтобы жить. Ну, соответственно, у вас появляется мотивация найти жратву, ну, либо умереть. Кстати, выживание не является обязательством. Это ваш выбор, ваш добровольный выбор. Вы не думаете, что вы обязаны жить. Нет. Когда вы решаете жить, это ваш выбор. Поэтому, если у вас нет жратвы, у вас есть необходимость, вы обязаны что-то делать, и вы это с удовольствием делаете, потому что хотите жить. А второй вид мотивации после необходимости – это мотивация кем-то быть. Кем-то быть или там… Первый вид мотивации, он больше относится к тому, чтобы иметь, а второй вид мотивации – кем быть. И вот второй вид мотивации для того, чтобы ответить на вопрос «кем быть», для этого вы сначала должны ответить, а вообще для чего вы здесь, в этом мире, для чего вы живете, и какой смысл в вашей жизни. И только ответив на эти кардинальные вопросы, после этого вы можете ответить на вопросы, другие вопросы, я называю это жизненные цели, для чего вам нужна машина, для чего вам нужен дом и так далее, и таким образом поддерживаю свою мотивацию. Следующий вопрос. Раньше вы говорили, что нужно сперва достичь счастья, потом успеха. А в последних своих видео вы говорите, что нужно сперва достичь успеха, потом счастья. Как верно? Нет, я никогда не говорю, может быть, неправильно было понято, что сначала успех, потом счастье. Нет, я так не говорил. Я всегда говорю, что сначала успех, а потом счастье. Условно так, вернее, сначала счастье, а потом успех. Смотрите, когда вы стремитесь к счастью, то вам легко потом достичь успеха. А если вы стремитесь к успеху, то не факт, что вы добьетесь успеха, но даже добившись успеха, то, скорее всего, вы будете несчастливы. Потому что это два разных процесса. Это я буду рассматривать, наверное, в мартовских видеокурсах. Счастье и успех. Это кардинальные два разных процесса. Тот, кто стремится к счастью, тот стремится к мастерству, тот ценит процесс, тот стремится к успеху, тот стремится к количеству результатов в единицу времени. Он гоняется за тайм-менеджментом, он пытается впихнуть большое количество дел в единицу времени. Ему все время не хватает денег, времени, ресурсов и так далее. И он закончит очень плохо. Депрессия и еще хуже может быть. А тот, кто стремится к счастью, ему все уже достаточно. Ему достаточно и денег, и ресурсов, и людей, и так далее. Он доволен жизнью, он занимается любимым делом, он оттачивает свое мастерство. Соответственно, чем выше его мастерство, чем больше он любит свое дело, тем больше шансов, что оно будет успешным. Поэтому, ребята, всегда сначала стремление к счастью, к любимому делу, а потом будет успех. Успех в таком случае будет побочным продуктом. То есть побочным продуктом вашего стремления к счастью. Стремиться надо к счастью, в ни коем случае не к успеху. Александр, нужно научиться внедрять кайдзен в жизнь. Также необходим курс по ведению трейла и календаря. Вот это как раз 22 января я буду записывать. Кайдзен планирование и пауэр менеджмент как основа счастливой жизни. Это будет кайдзен планирование 2.0. То есть вторая версия. То, чего нету в YouTube-канале. И там я рассмотрю все IT-приложения, необходимые для кайдзен планирования, как ими пользоваться. Там я расскажу и про пауэр менеджмент, там я расскажу и про кайдзен, и как его применять. Иванкевич, скажите, вы давно знакомы с доктором Комаровским? Очень крутой курс получился. С кем планируете еще совместные курсы? Вот смотрю, Иванкевич посмотрел курс с доктором Комаровским, но, к сожалению, не так много людей это оценивает. По сравнению просто с годовой подпиской, покупка курса с доктором Комаровским не так, будем так говорить, пользуется не такой сильной популярностью, наверное, потому что курс очень большой, и люди не совсем, наверное, понимают, насколько он ценный. Он, на самом деле, если вы хотите найти ответы на вопросы воспитания детей, выращивания детей, психологии детей, отношения детей, финансов и так далее, это очень крутой курс получился, я сам доволен им. С доктором Комаровским я знаком не так давно, очень я познакомился именно, когда я поехал в Харьков, для того, чтобы записать курс совместно с ним. Шикарный мужик, шикарный человек, шикарный доктор, мне очень он понравился во всех, но я надеюсь, взаимно, он тоже вроде так ко мне очень хорошо относится, я надеюсь, что я ему тоже понравился. Он очень крутой и очень-очень популярный, наверное, самый популярный доктор на территории СНГ. С кем планирую? Вы знаете, пока об этом сильно не думал, вариант был, может быть, с Гордоном, но там будет журналистика, а я все-таки инвестор-бизнесмен. С Комаровским еще более-менее было понятно, потому что там вопрос тинейджерства, детей, как воспитывать детей в отношении финансов и так далее, там еще более-менее тема понятна. А с Гордоном сложнее определить тему. Мог бы записать с Черняком, но пока мы в одной нише. Условно, с Хабибом, но Хабиб, он боксер. Понятно, есть какие-то принципы, те, которые в спорте работают и в бизнесе. Ну, с Шамилем Аляудином тоже вопрос. Можно сделать, и он готов это делать. Просто надо понять запрос, для кого это нужно и насколько это будет нужным. Сирож пишет. Это с Таджикистан, я подозреваю. У меня был гид, когда я ездил на Памир, его звали Сирож. Крутой, классный мужик, помирец. Внешне, кстати, очень похож был на итальянца. Вы сказали в одном видео, что день у вас разделен на блоки. Можно поподробнее? Да, день у меня разделен на блоки. Очень важно делить ваш день, неделю, месяц, год. Очень важно делить на блоки. И тем самым вы уже заранее прогнозируете, облегчаете управление своими делами. Я делю так, что мой день в 6 утра начинается, до 10 это мое личное время. В это время я гигиенические процедуры, понятно, в это время я раньше ходил, кстати, я сейчас ходьбу перенес на вечер, потому что я сейчас очень много пишу курсов, и у меня самое продуктивное время, это 6 до 10 утра. Я сейчас все свои курсы, все свои печатают, тексты, книгу, все пишу с 6 до 10 утра. В это время гигиенические процедуры, в это время завтрак, в это время я пишу курсы. С 10 до часу я занимаюсь бизнес-вопросами, бизнесами, встречами и так далее, и так далее. С 2 часов до 6 вечера я занимаюсь общественными вопросами, там у меня встречи по общественным делам и так далее, и так далее. С 6 часов до 9.30 в это время, дважды в неделю я обычно встречаюсь с друзьями. Сейчас периодически много не получается, но 3 раза в неделю хожу. И это время, посвященное семье, детям, ну, иногда смотрю кино. Поэтому вот очень важно разделение, кластеризация дня я это называю. Но более подробно об этом я рассмотрю вот в февральских выпусках видео, которые я буду доставить записывать. Это тоже будет в блоке кайзен-планирования, и этого блока тоже не было на том кайзен-планировании, которое есть в YouTube. Поэтому это будет добавленный блок, пауэр-менеджмент и кластеризация дня. Так, как вы планируете год? Дайте пример, пожалуйста. Это я рассмотрю в том виде, который я вам обещаю. Но в целом так, у меня на целый год расписаны дни, когда я езжу на охоту. Но вы знаете, я не такой сильный охотник. Для меня важно именно общение с природой. Это как часть восстановления моей энергии. Поэтому обязательно весенняя охота 10-12 дней я планирую. Обязательно осенняя охота на гусей в октябре я планирую 10-12 дней. Обязательно охота на уларах дней 10 в сентябре я планирую. Обязательно зимняя рыбалка охоты после новогодния. Обязательно летние два путешествия по неделю 10 дней. Плюс обязательно два отпуска с семьей. Это обычно в апреле и в конце октября, ноябре. Плюс новогодние каникулы вместе с семьей. То есть вот их сразу раскидываю в течение года. Их сразу раскидываю. Такие кластеры в зависимости от выходные, невыходные, какие дни, рабочие дни и так далее. То есть вот так я раскидываю в течение года. Какие экспедиции, не экспедиции и так далее. Потом я на этот год накладываю все выставки, которые я хочу посетить в течение года. Там Лебурже, туристическая выставка, выставка мини-венов, выставка вездеходов и так далее. Я их сразу захожу в интернет, определяю даты, сразу их раскидываю по этим датам. И таким образом у меня складывается обязательная программа года, минимум. А потом остальные помесячно заполняются. Так, последний вопрос. Изабелла. Вот, кстати, да, девушек у нас не было здесь. Изабелла. Добрый вечер. Дайте мотивацию, чтобы двигаться дальше, пожалуйста. О, крутой вопрос. Вот вам мотивация. Вот вам возьмите. Жалко, нету. Проблема в том, что мотивация так не дается. Мотивация, я как до этого говорил, мотивация – это не вещь, которую я могу достать с кармана и вам передать. Мотивация – это внутреннее ощущение вашей нужности и для чего вы живете. То есть мотивация изначально появляется от смысла. Вот представьте, я вам говорю, возьмите этот камень и отнесите на ту гору. Вы отнесли. Потом я говорю, возьмите тот камень и спустите с горы. И вот так. Вы понимаете, что бессмысленная работа. Любую бессмысленную работу у человека сразу падает мотивацию и он не хочет выполнять. То есть, если у любой работы нет смысла, вы выполнять ее не будете. Всеми фибрами души вы поймаете стресс, депрессию, но выполнять ее не будете. Поэтому основной источник мотивации – это смысл. А если вы хотите иметь смысл, мотивацию всей вашей жизни, то вам нужно найти смысл всей вашей жизни. Все ваши цели я делю на два уровня. Первый уровень – это смысл или цель вашей жизни, это миссия. А второй уровень – ваши жизненные цели. Туда входит машина, квартира, дом, крупный бизнес, что угодно, платье, что угодно. Так вот, есть цель вашей жизни и есть жизненные цели. Если вы не определили цель вашей жизни, то рано или поздно – это вопрос только времени, когда вы поймаете депрессию и у вас пропадет мотивация. Если у вас есть только жизненные цели и нет цели жизни, тогда вот это произойдет. А если у вас есть цель вашей жизни и нет жизненных целей, это тоже плохо, потому что вы будете во фруструации, потому что не знаете, как достигать жизненных целей. Поэтому здесь очень важно, чтобы у вас была и цель вашей жизни, и жизненные цели. Но жизненные цели, они происходят от цели вашей жизни. Поэтому вот в этом курсе, который январский «Точка опоры», очень важно вам посмотреть. И очень важно посмотреть следующий курс – это «Миссия» и «Икигай». Когда вы определитесь со смыслом вашей жизни, для чего вы живете, для чего вы по утрам просыпаетесь, кому вы нужны, кому вы приносите пользу, пока не ответив на эти фундаментальные вопросы, вы каждый раз будете упираться в этот вопрос потери мотивации, депрессии и так далее. Поэтому отдельно мотивацию как таковую рассматривать не надо. Это то, что происходит изнутри. И самое главное, надо четко понимать, что мотивация и энергия вам дается под задачи. Под задачи. То есть если у вас есть смысл, у вас есть задачи. Есть задачи, у вас появится энергия и у вас появится мотивация. Потому что если у вас нет энергии, у вас мотивация не будет работать. Мотивация всегда работает на базе энергии, энергетики. Если у вас энергия истощена, то у вас мотивация тоже рухнет. Смотрите, мотивация, она держится на двух столпах. Первое, смысл жизни или стремление к чему-то. И второе, оно держится на энергии. Может случиться так, что у вас нет смысла жизни, это самое худшее. Либо может случиться, у вас смысл жизни, но тупо энергии нет. Соответственно, надо включить power management, механизмы, техники, инструменты сокращения утечки энергии, восстановления энергии и эффективного использования энергии. Вот power management плюс миссия или смысл жизни дают вам мощнейшую мотивацию, которая никогда не уменьшится. Это вы увидите в этом январском курсе, который будет 15-го уже для вас открылся и который будет 30-го января откроется. Это миссия Икигай. Так, мы ответили за последний вопрос. Теперь я, у нас время подошло, уже ровно час. Я хотел бы еще раз высказать огромную благодарность за то, что вы подписались на мою платформу. Я вообще подхожу во всех своих отношениях с людьми, я пропагандирую отношения life-long relationship, то есть отношения на всю жизнь. Поэтому я хотел бы вас сопровождать по жизни, так как я старше многих из вас. Я человек, который раньше по этому лесу прошел и знаю все кочки и сучки. Соответственно, мне легче вам рассказывать, что это происходит. Я думаю, буду отвечать по мере развития событий, отвечать на многие ваши вопросы. Помимо вот этой ленты видеокурсов, помимо учебного процесса, где будет прямо реальная учеба и наставничество, вы еще каждый месяц будете получать вот такой апдейт и самого курса, и самой жизни, и тех событий, которые произошли за прошедший месяц. Итак, подписывайтесь на мою платформу, шеритесь в Инстаграме, в своих сторисах, рассказывайте своим друзьям. Чем больше друзей ваших и знакомых будут с нами, тем больше они будут, я надеюсь, и будут счастливы. И, по крайней мере, я по своему опыту знаю и по опыту людей, которые много отзывов получают. Это действительно работает, и это не поверхностно, это целая большая комплексная система и знания. Самое главное – это я вас всех называю практиками эффективности. Вот давайте друг друга называть практиками эффективности. Кроме этого, я еще планирую, что, возможно, у нас такая мысль есть – организовать, может быть, раз в год очную оффлайновую встречу со своими подписчиками. Поэтому и такой формат тоже предусматривается. Итак, на этом спасибо. До свидания. Рад был с вами пообщаться. До скорых встреч в следующем месяце. Спасибо. До свидания. До свидания.